Но для того, чтобы строить отношения, надо поставить цели. Есть две цели. Есть цель — есть отношение. Нет цели — значит бессмысленно. Две цели в семье. Первая цель какая? Вместе жить для Бога или очистить свои отношения, сделать их возвышенными, сделать отношения настоящие, наколнить их настоящей любовью. Это первая цель жизни в семье. Вторая цель — это дети. Не купить квартиру вместе, не машину, не дачу, не помочь друг другу в том, чтобы найти хорошую работу. Это не является целью всё. Это является следственным. Если люди возвышают отношения свои в семье, от них начинает исходить определённая сила, которая заставляет всех быть рядом с ними. Если правильное отношение между мужчиной и женщиной в семье, это даёт удачу. Сразу работа… Статус человека в обществе повышается в результате. Это в любом возрасте, да? В любом возрасте, не имеет значения. Даже в 70 лет статус повышается в этом обществе. Если отношения очень возвышенные между мужчиной и женщиной, сила человека не зависит не только от его образованности. Допустим, мы думаем, если я получу очень высокое образование, я, допустим, получил образование быть директором завода. Значит ли это, что меня возьмут директором завода или нет? Нет. Что нужно? Сила нужна. Так? Если у человека нет силы управлять коллективом, он не может быть директором завода. Так? У него нет, если сейчас сюда зайдёт какой-то влиятельный человек, будет сразу умно. От него исходит сила. Скажут, что здесь происходит, и как раз замрут. Страшно станет. Значит, сила. Сила власти. Это сила. Откуда она берётся? Из благочестия человека. Благочестия. Означает, накапливаются поступки хорошие из прошлой жизни. Накапливаются, накапливаются. Человек становится могущественным. Ему ещё какие-то курсы образования пройти для управления, и он уже готов. Нет проблем. Образование — это уже вторичное. Сначала нужна сила. Сила берётся из правильно построенной жизни. Поэтому правильное построение жизни является главным для нас. Правильное построение жизни идёт из священных писаний. Допустим, в православии есть «Домострой» такая книга. Очень хорошая книга. Очень мудро. Там много даётся знаний, как строить семью. Когда человек пользуется Знаниями возвышенными, жизнь становится очень мощной. Мощной также может быть жизни у тех, кто не пользуется этими Знаниями. Но это из прошлых накоплений, из прошлой жизни. Человек может пройдётся уже влиятельным. Помните? Может быть, не все помнят. Но кто-то ещё помнит, кто ещё жив остался. Вот так пример такой пришёл. Муслим Магомаев. Первая рок-звезда Советского Союза. Ну просто звезда. Звезда сцены. У неё всё было. Ах, это свадьба, свадьба пела! Столько темперамента, столько силы. Так держится человек. Так обладает красотой. То есть он, когда молодой пел, вообще просто... Он был очень красивый человек. Очень красивый. И все были без ума от него. Почему? Потому что он получил это уже с прошлой жизни. Он уже родился таким. Это невозможно воспитать в себе. Это надо уже получить как дар. Так? В основном люди достигают высокого положения в обществе. Имеют этот дар уже силу с прошлой жизни. Но правильное поведение рождает больше возможностей гораздо в этой жизни. Больше возможностей. И правильное поведение в семье означает жить не для того, чтобы квартиру купить хорошую в Москве. Мои хорошие, зачем вам нужна хорошая квартира в городе, в котором невозможно жить? Ну, зачем? Это просто безумие. Безумие, в которое мы попали. Думаю, что здесь больше денег. Эти деньги все тратятся просто сами на себя, дорогой город, глупый. Я переехал в деревню, сейчас жил в деревне больше счастья в тысячу раз, чем я здесь жил. В тысячу раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!